Всем привет! Сегодня наконец-то я беру интервью у Олега, это главный администратор 0.3 сервера. Давайте с ним познакомимся. Привет, Олег! Привет, Ирина! Привет, подписчики канала Ирина Плей! Для тебя есть пару вопросов, которые позволят подписчикам немного ближе тебя узнать и вообще узнать, что ты за личность. Давай начнем с того, как ты начал вообще свой путь в Сампе, играл ли ты на каких-то проектов до Аризоны и, собственно, как пришел на Аризону. Да, начал я свою игру в Самп где-то, наверное, в году 14-м, играл на Адвансе, играл на Даймонде, играл вообще везде, на всех серверах, но везде игра продолжалась где-то, наверное, года полтора-год, потом я уходил, уходил в другие игры, возвращался и наткнулся в 15-м году на Аризону, наткнулся, потому что увидел, что там есть ферма, и ради фермы зашел на Аризону на четвертый сервер и вот с 15-го года с июля уже на ней играл по сей день. То есть порядка семи лет. Смотри, ты сказал, что пробовал очень много разных других проектов, но все-таки, как мы сейчас знаем, ты остановился на Аризоне. Что тебя не устраивало на других проектах, а на Аризоне ты так зацепился? Да, даже не знаю, что выделить конкретно, просто не так сильно было интересно, наверное, и в 15-м году уже выбрал проект и на проекте нашел очень много друзей, знакомых и за счет людей, потому что я постоянно ради людей где-то стою и ради людей во что-то играю, и вот нашел компанию с компанией, уже начал свое продвижение на проекте. В общем, зацепила тебя Аризона. А как начался? Вся твой путь на Аризоне вообще на каком-то посту изначальном и до главного администратора. Насколько это было сложно, то есть играешь ты 7 лет, наверное, не сразу ты получил какой-то пост. Вот именно от твоего первого поста до главного администратора. С чем ты столкнулся, с какими трудностями, сколько это заняло? Начал я игру на четвертом сервере на Чандире. Там я стоял лидерки, стоял лидерку СМИ ЛС, потом встал на админку, это был 15-й год, сентябрь, очень давно это было. Простоял я до января. В январе сменился ГАА, сменился ЗГА, и меня тоже сняли, потому что думали, что я якобы там задействовал в том, что в сливе главного админа. Потом я после этого снятия стоял лидерку ФБР, снова вернулся на админку. И где-то, получается, с февраля по март я был на четверке, тогда должности куратора не было, как сейчас, там 5 уровней. С лидерки ФБР, там на админку. Четвертый сервер опять слили, это довольно такой проблематичный сервер на тот момент был. Его слили, слил его ГАА и ЗГА. И тогда Паша Коннор был переведен с третьего сервера на четвертый. Появился слот на ЗГА, и, соответственно, по работе выбрали меня, поставили меня. И я с Пашей простоял 3 месяца на четвертом сервере. На третьем сервере я начал игру опять же с возвращения Паши Коннора. Мы с ним вместе вернулись на третий сервер. Он изначально возвращался сюда, чтобы встать на ГАА, и предлагал мне пойти к нему на ЗГА. Я выбрал Варлоки. Ну, я думаю, многие, кто на третьем сервере играет давно, знают про Варлок МС, знают, сколько там было онлайна, какой был там коллектив. А онлайн у нас там было порядка 230 человек. Там до сих пор есть рекорд в резьботе Саши Волкова. И вот я выбрал Варлок вместо ЗГА. Тогда Паша очень сильно на меня обиделся. Мы с ним долгое время не общались. И пробыл я Варлока где-то года три. В 2020 году мне нынешний главный админ Александр Волков предложил встать на четверку, помочь ему. Я посоветовался с людьми из Варлок, уходить, не уходить. Все были за, я ушел. И уже восстановился на четверку, простоял на Кураторке, встал на ЗГА, и потом перевели Волка на 17 сервер, и я встал на главного админа. Встаю уже год, получается, с августа прошлого года. — Какие первые эмоции были, когда тебе предложили стать главным администратором? — Ну, я всегда отношусь довольно скептически и с осторожностью к высоким должностям. На ЗГА тоже было достаточно сложно встать, потому что это огромная ответственность, и я очень боюсь, что ожидания не оправдаю. На ГА тоже много думал, думал. Даже Сашу пришлось перевести, потому что я не хотел вставать на другой сервер. На 17-й мне предлагали тогда. Я отказался, не хочу на Новую Севераньку дойти. Это огромная ответственность, огромная нагрузка. И было много раздумий, вставать, не вставать. Но все же встал, и вроде игроки не жалуются на это. — У тебя есть еще какие-то обязанности помимо главного администратора на сервере? — Ну, у меня огромное количество тем на форуме, которые конкурсы, творческий уголок, ютуберский уголок, всякие МПшки, и тоже вот если это можно включать в обязанности, я этим занимаюсь. У меня паблик свой есть, где всякие темки делаю. Опять же, вместе с игроками пабликом занимаюсь. — Можешь этот прорекламировать здесь, мы где-нибудь сюда вставим ссылочку на твой паблик. — А там, может, зайти ко мне на страничку, там самый первый в подписках, не помню, как он точно называется. Там просто новостная темка до конкурса я делаю. — Мы прикрепим ссылку, это в любом случае интересно. А что ты думаешь о недавнем повышении Дианы Мироновой и Дони Мура на пост тех администратора? — Касательно Дони Мура, Дони Мура я знаю очень давно. Он еще админил на третьем сервере, когда Паша стоял на га, тоже на третьем сервере. Ну, Дони Мур очень хороший, прекрасный человек. Он вполне заслуживает эту должность. Ну, у Дианы это буквально перед этим интервью, я смотрел интервью с ней, тоже, что вот так получилось. Но Диана очень работящий человек. Поэтому вот за Диану я рад, за Дони тоже очень сильно рад. Но Дони Мура — это самый прекрасный человек и мой хороший друг. Поэтому я рад. — Я думаю, что ты так заулыбался, когда начал говорить про него. — У нас просто с ним очень такие теплые отношения. Поэтому вот так. — Здорово, когда проект дарит таких людей. — Это да. — Ты был замглава администратора 04-го и 05-го сервера. Не помню. 04-го, да ведь? — Да-да, Чандера. — Несколько лет назад. И расскажи, каково было в те времена. Может быть, это было легче или, наоборот, тяжелее? — Ну, это было гораздо тяжелее. Ну, в плане обязанностей это было легче. Потому что сейчас, уже в 2022 году, четко прописаны обязанности. Четко прописано, что нужно делать. И есть регламент определенный. В 2015-2016 году, я стоял в 2016 году, к этому относились по-другому. Было не так сильно обязанностей. Тогда и людей играло меньше. Соответственно, и поток, объем работы был тоже меньше. Тогда Чандер был самый полный сервер. Сталинску на Скуделе было 200 человек, кое-как набиралось. И, конечно, тогда стоять было проще по сравнению с тем, как сейчас, в плане работы. Но в плане всех админских функций было гораздо сложнее. Было ХК, не было пулса админского, который сейчас есть, очень сильно помогает. Причем несколько пулсов есть, которые сейчас популярны на проекте. Поэтому было, конечно, гораздо сложнее в этом плане. Вот. Ну а так сейчас, в принципе, конечно, нагрузка больше в разы. И по сравнению с 2015-2016 годом. И ответственности, наверное, соответственно, тоже больше. Давай немного поговорим о твоей личной жизни. Чем ты занимаешься помимо работы, помимо непосредственно сам? Я учусь в университете на четвертом курсе. Параллельно с этим еще работаю, если так можно выразиться, на двух работах. То есть у меня всего три работы, считая с админкой. Это первая из них связана непосредственно с учебой. Я прохожу практику и работаю параллельно с этим. И вторая работа – это я работаю в общепите. Тоже как бы все это вместе совмещаю. И довольно затратно по ресурсам человеческим это все уходит. Но как-то получается совмещать, хоть и сложно достаточно. Ну и раньше ходил в спортзал. Сейчас хожу в спортзал тоже в свободное время. Ну и занимался футболом. Как-то вот так на данный момент. У тебя точно 24 часа в сутках? Просто я не представляю, как это можно успевать. Я просто тоже раньше работала в общепите. Мне кажется, это высасывает просто все время, всю энергию. Это очень. Очень. Вот я с девятнадцатого года работаю, три года получается. И сначала было сложно, конечно, а сейчас-то все уже ко всему привык. Ничем не удивить. Смотри, у тебя такой плотный график, можно сказать. Очень так... Сейчас я слово подберу. Ну ладно, давай так. У тебя очень плотный график. И хотелось бы узнать, есть ли у тебя семья, может быть, дети, девушка, жена? Нет, семьи, детей нет. Еще, я думаю, рано пока, 21 год заводить семью. Касательно девушки, тоже пока нет. Но я надеюсь, что в скором времени появится. Там есть все на это основания. Может быть, даже на этой неделе. Так что вот так. Ну, в личной жизни таких сильных каких-то проблем нет. Потихоньку, все помаленьку. Ну, еще вся жизнь впереди. Да, все впереди. А, кстати, я забыла спросить. Ты говорил то, что ты учишься и проходишь практику. По спецспециальности. Есть ли не секрет, с какой сферой деятельности связано? Ну, у меня учебная дисциплина, программа, по которой я учусь, называется «Правовое обеспечение национальной безопасности». То есть это работа в полиции. Так что прохожу практику я в ГУМВД по своему городу. И выезжаю там на какие-то мероприятия. Иногда даже ночью поднимаю там в 4-5. Это очень сложно встать, очень сложно приехать. И иногда с какими-то документами помогаю. То есть вся вот такая волокита. Никому не интересно, к сожалению, работать с теми, кто проходит практику от университета, кто послан и приходится самому как-то там осваиваться, что-то где-то напрашиваться. Так, давай, смотри. Вот учитывая твой такой плотный день, расскажи немножечко. Вот один из твоих дней, допустим, вчера, как проходил твой день? Сколько ты времени уделил работе? Куда, чему, какой сфере деятельности ты уделил сколько времени условно? Я просто не представляю, как это всё можно успевать. Ну вот я встал. Встал я в 7 утра. Сходил, побегал, сходил в спортзал. Потом пришёл, там чуть поработал по форуму, прочитал личку ВК, сообщение много, читать её нужно. И потом посидел на форуме, что-то там поделал, выставил кандидатов на админку и уехал на работу. Я вчера работал с 4 до 9, приехал с админа. После того, как приехал, пообщался с кураторами. У нас собрание было админское. И лёг спать. Как-то день прошёл. Как здорово, что до нас нашёлся свободный часик. В таком плотном графике сегодня. Всегда и свободное время. Здорово. А что ты вообще думаешь о будущем? Есть ли какие-то планы? Может быть, на данном этапе ты думаешь остановиться на сампе? Или же ты всё-таки думаешь больше в сторону твоей специальности, на которую ты учишься? Ну, условно так, через 5 лет давай, кем ты себя видишь? Ну, хотелось бы окончить университет. Осталось 2 года учиться. 4-й, 5-й курс. И нужно, конечно, ещё службу в армии. Как-то, но это тоже по окончанию университета. Попытаться тоже до конца пройти, чтобы уже пойти работать в органы, и в органах как-то вот поушаться дальше. Благо, работоспособность есть у меня такая черта, что я работаю много всегда. Поэтому, думаю, с этим проблем не возникнет. Но в этом плане, да, но чисто морально, да, когда я смотрю на то, что происходит сейчас в мире, везде, на улицах, и как поступают сотрудники полиции, с этим довольно сложно. Лично для меня, потому что я все эти моменты не разделяю. Но, надеюсь, найду себя в этой сфере и буду каким-то другим работником, который не будет таким, который есть сейчас. Вот такая игра слов. Очень хорошее рвение и желание. Да. Хотел бы ты сейчас на данном этапе что-то поменять в своей жизни? Ну, бывают такие моменты, когда хочется вернуться назад и сказать себе «не делай так», но уж наступило настоящее, в прошлое не вернуться, поэтому, наверное, нет. Как говорится, живее в сегодняшний днём, а в прошлом. Так, давай обратно немножечко перейдём к Аризоне. Если ты уйдёшь с поста главного администратора, кто им станет? Ну, опять-таки, это только по твоей версии. И вообще, было ли когда-то такое желание покинуть этот пост? Ну, я думаю, у всех, кто стоял на главном админе, было когда-то желание уйти, потому что это огромная нагрузка, это огромная нагрузка физическая нет, эмоциональная – да. Люди бывают разные, которые тебе пишут, ситуации бывают разные, особенно, ну, были моменты, были мысли, я думаю, у всех были мысли с этим связаны, с тем, чтобы уйти пассажир, но потом ты обдумываешь всё, как-то выпускаешь напряжение, и становится чуть полегче. И какой был второй вопрос? И как ты думаешь, если ты уйдёшь с поста главного администратора, кто его займёт? Ну, сейчас, вот, допустим, если рассматривать на сегодняшний момент, если возьму и уйду завтра, то загара у меня нет, так как у меня недавно его забрали на третью мобилку, повысили, ставить я его буду только на следующей неделе, Паша, в отпуске. Если я уйду сейчас, наверное, никого, то есть кого-то переведут с другого сервера, поставят сюда нога. Если мы условно доживём ещё две недели, и я поставлю себе ЗГА, пока не буду говорить кого, то, наверное, поставят его, но он ещё совсем зелёный, будет стоять мало, потому что, вот, например, Лёню моего прошлого ЗГА, которого забрали на третью мобилку, он стоял порядка трёх-четырёх месяцев, то сейчас, наверное, либо кого-то переведут, либо, конечно, поставят того, кто будет у меня на ЗГА, но это маловероятно. Но я пока не хочу ходить. Вот. Что самое сложное для тебя в твоей работе? Ну, касаемо Аризона, конечно. Ну, самое, наверное, сложное – это жалобы на форуме, потому что поток жалоб просто огромный. И сидеть, рассматривать каждую ситуацию, смотреть, особенно когда пишут. Ну, я думаю, это все ГА подтвердят, когда пишут такую сильную жалобу, большую, объёмную, где не просто там замутили за МГ, а где есть какой-то блат, где есть какие-то такие моменты, где нужно серьёзно сидеть и разбирать, особенно, вот, допустим, жалобы на софт. Вот подобные жалобы – это тяжело. Там надо сидеть, порой час, порой полтора, чтобы дать ответ, и это действительно сложно. Ну, а что ещё? Наверное, работа с людьми, с разными, потому что люди все индивидуальны, и у всех свои мысли, свои желания кто-то, кто-то может там какие-то нехорошие лятости сделать. Поэтому самое сложное, наверное, форум и умение найти язык, скажем, кто пишет. А личку я тоже вот не закрывал, поэтому пишут многие. Всем приходится отвечать. А игроки тебя достаточно сильно любят, потому что очень много ребят просили интервью именно с тобой. Как ты думаешь, с чем, с какими твоими личностными качествами это связано? Почему вот так все «Олег, давай, Олега, давай, давай» очень много было просим. Потому что, наверное, по сравнению там с прошлым ГА я действительно работаю много, и когда я встал на кураторку, когда встал на такую высокую должность, я очень много делал всяких мероприятий, всяких плюшек, всем отвечал, всем помогал. И, думаю, это тоже сыграло особую роль. Но я идеальный администратор, и не идеальный ГА. Очень много минусов, которые я сам прекрасно понимаю во мне, и их сложно побороть. Поэтому за счет таких каких-то моментов, что где-то чисто по-человечески можно посидеть, что-то обсудить, где-то очень много всяких игровых моментов для ребят. Думаю, за счет этого, и за счет того, что мы работаем в принципе. Это видно. Поэтому вот игроки поэтому и любят. А так я не идеальный ГА, и никогда не буду. Это невозможно. Мне кажется, что игрокам в первую очередь важна контактность. Ну, то, что им отвечают, их пытаются услышать. Мне кажется, это очень важно. Да, согласен полностью. С какими главными администраторами ты общаешься еще? Есть ли те, к которым ты относишься очень хорошо, или те, к которым очень плохо, и почему? Ну, у меня такая политика, что я ни за какими серверами никогда не слежу. Мне это просто интересно, я слежу за своим сервером, потому что это мой сервер. И, соответственно, вытекая из этого, конфликтов у меня ни с кем нет, потому что я, опять же, ни с кем толком и не контактирую. Но с кем общение поддерживаю достаточно часто. Это, наверное, все, кто когда-то обменил на третьем сервере, и сейчас они настоят на других серверах. Это Саша ГА17 и ГА20. Это Леня на мобилке, третьей. Вот. Это те самые люди, с кем я очень часто общаюсь. Еще я часто переписываюсь довольно с Дони Муром, с моим любимым главным админом, и с Лешей, который уже тоже довольно часто по сравнению с остальными. Но пишу, но там чисто вопрос рабочего момента. Вот. Вот с этими людьми, а сказать плохо про кого-то, да нет, не суди, не судимый будешь. Да и говорить про чью-то работу я не могу, потому что я сам работаю тоже. Не очень хорошо. Поэтому... Ну уж ладно, так не говори. Всех уважаю, всех люблю, особенно Дони Мура. Ой, мне кажется, он будет очень рад, когда посмотрит это. Столько приятных слов, его адрес было сегодня сказано. И смотри, у нас есть еще вопросы от подписчиков. Первый вопрос. Приходилось ли вам в административной деятельности переступать через свои принципы? Да, приходилось. Вот это вот, это рабочая проблема, то, что когда ты долго стоишь на какой-то должности, ты стараешься какие-то моменты выйти за систему, то есть попытаться как-то, допустим, человеку помочь, у меня были такие моменты, что людей обманывали, разводили, это еще очень было давно, и я им помогал следующим образом. То есть, допустим, человека обманули, мы по правилам не возвращаем никакое имущество, если кого-то обманывают. Если сам кидал, не свяжется и не вернет. Но за счет того, что у меня был доступ к панели, я людям забирал, укидал и одно имущество, на которое он обманул, возвращал обратно человеку. По факту, по правилам нельзя, но вот это вот проблема с тем, что ты стараешься как-то помочь. Понятно, что по регламенту мы отказываем, но вот приходилось выходить за принципы и вот этим образом помогать. Олег, Левен Готт в комментариях будут писать. Очень правильно. Я люблю таких людей. Так, вопрос номер два. Что ты думаешь о повышении? Повысят или нет? Да, я думаю, нет, меня не повысят. Я не доживу до того момента, да и третий сервер родной, уходить с него тоже не хочется. Только если игроки не выгонят, не скажут, уходи, тогда уйду. А так, есть более достойные кандидаты, это Леша, это Диана, это вот самые такие мастодонты, админки, которые стоят очень давно и они гораздо более заслуживают, особенно Леша, который постоянно во всем участвует, посвящает все эти моменты. Вот, кто заслуживает, ну, я не столько сильно стою, не так сильно работаю по сравнению с ними. Поэтому вот. А смотришь ли ты сам YouTube? Если да, то твой топ ютуберов? Я смотрю очень мало, и это только ютуберы нашего сервера, которые, допустим, смотрю АВАЗ, смотрю Фасти, тоже у нас снимает, Стивенсона я смотрю, и раньше смотрел Стива, который стих поет, все. Ну, еще Лешу, Лешу Шелби, вот саму, наверное, те ютуберы, кого я смотрю по самку, а так более никого не смотрю. Так, ну, спасибо тебе большое, все вопросы у нас закончились, я очень рада, что ты уделил нам время в своем плотном графике, и, мне кажется, этим интервью, ты дал понять другим, что ты такой прям патриот, патриот своего сервера, ничего другое тебя не волнует, у тебя есть только твой сервер, и ты вот работаешь на благо него. Очень классно. Да, спасибо большое, спасибо. Все, спасибо большое вам всем за просмотр, обязательно пишите в комментариях, изменилось ли у вас мнение об Олеге, что вы думаете, какие вопросы мы еще не затронули, возможно, но вам они интересны, и обязательно подписывайтесь на наш канал. Пока, Олег, спасибо большое еще раз. Спасибо вам, целом, до скорых встреч.